Если кресло есть, это хорошо. А когда наоборот, плохо. С 1 по 12 января дорожные полицейские проверяют, как ивановские водители соблюдают правила перевозки детей. За 2017 год сотрудниками госавтоинспекции было выявлено по данному нарушению 209 административных правонарушений. Рейды проходят в основном в утренние часы. Патрульные экипажи дежурят у школ, детских садов и поликлиник. Сейчас правила допускают перевозку детей с 7 лет на заднем сидении автомобиля с использованием как системы изофикс, так и штатных ремней безопасности автомобиля. А вот пассажиры младшего возраста в обязательном порядке должны ездить только в детских креслах. Как показала проверка, большинство родителей безопасностью малышей не пренебрегают. Я вижу. А можно ваши документики, уважаемые водители? Видим. Очень хорошо. Молодцы. Правильно пристегнули. То есть вы правила дорожного движения помните? Так можно. Отлично. Штраф за несоблюдение правил перевозки детей – 3000 рублей. Но даже не это должно стать для родителей фактором, побуждающим к приобретению детского удерживающего устройства. Если ребенок не пристегнут, опасным для него может оказаться любой маневр автомобиля. Это как раз тот случай, когда предосторожность не будет лишней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.